Если мы не давим, это будет повторение 2014-2015 года. Патрушев уже проводит смотрины преемника. А если не решены задачи войны, значит война что? Повторится. Вот это наше самое больное место. Возникает вопрос, а проснется ли Путин после наркоза? И если проснется, то в качестве кого? И я так понимаю, что мы сейчас уже стоим на пороге такого серьезного политического решения со стороны президента. Я его ожидаю в ближайшее время. Всем здравствуйте, это Политека Онлайн. Я Александр Шелест. На связи с нами военный эксперт Олег Штанов. Олег, мое почтение. Здравствуйте. Вы знаете, очень много информации. Хочется обсудить большой объем вопросов. Но начнем, наверное, с самого такого неоднозначного. По инициативе американской стороны Ллойд Остин звонит Шойгу. И речь идет о прекращении огня российской армии. Понятно, что трактовки разные. Официальные сообщения об этом разные. Что думаете об этом вы? Насколько это показательно именно на этом этапе войны? Это показательно на любом этапе войны. Я так думаю, что в данном случае это обмен мнениями. И тому же Ллойд Остину очень интересно, что ответит Шойгу на его вопросы о прекращении огня и вообще немедленном прекращении военной кампании. Там именно об этом шла речь, если верить пресс-релизу Белого дома. У нас нет оснований сомневаться в нем. А вот пресс-релиз Кремля, он вообще Министерство обороны России очень сильно отличается. Говорит, что они обсудили вопросы безопасности, в том числе и ситуацию в Украине. Вот такая. Но думаю, что американцам было именно почувствовать само настроение Шойгу и услышать от него какие-то ответы, возможно, на то, зачем операция и почему она до сих пор продолжается. Как вы думаете, вот прекращение огня возможно после вот таких контактов? Потому что по настроению, если судить, то и Шольц с Путиным также созвонился, ну и говорит, что там глухо. Нет, смотрите, невозможно. Дело в том, что этот разговор, он даже не дает почвы для переговорного процесса. Нет, это обмен, чисто обмен мнениями. Это первый момент. Во-вторых, второй момент это то, что геополитическая задача этой войны, это вот мы говорили с вами, что война лежит в двух плоскостях. Мы ведем национально-освободительную войну, а Соединенные Штаты ведут войну за построение нового миропорядка, нового. Это кардинальное слово в этом смысле. И задача в геополитическом плане, задача Соединенных Штатов нанести максимальное военное поражение Российской Федерации. Я тут вот в этой фразе не вижу вообще, куда вставить прекращение огня. Вот где? Только после полного военного разгрома российских войск на территории Украины. Иначе задачи геополитики не будут решены. А если не решены задачи войны, значит война что? Повторится. Это да. Давайте если мы вспомнили конечно американского и российского министра обороны, вспомним и украинского. Резников говорит об мобилизации миллиона человек. Достаточно яркое, шокирующее высказывание, которое разлетелось по всему миру. Это означает что и насколько это реально? Миллиона, простите, я не понял, в Украине или в России? То есть я просто, видно, пропустил такое заявление, но я про позиционную войну его слышал, да. Но то, что миллион человек мобилизовать, дело в том, что у нас винтовок не хватит на миллион человек. Смысл такой мобилизации, это раз. Второе, содержание вот этого количества людей и необходимой техники для того, чтобы вооружить миллион человек. Я думаю, что миллион должен быть у нас. Это перспектива, которая может уже сегодня начаться. Это должна быть цифра, например, что мы способны будем поставить под ружье в кратчайшие сроки. Вот швейцарский вариант. За 72 часа 600 тысяч. Больше полумиллиона человек. Но размеры Швейцарии и размеры Украины. Численность населения Швейцарии и Украины. Да, возможно, такой вот. Может быть, именно это господин Резников имел в виду. Потому что на сегодняшний день я не вижу смысла. Сейчас генеральный штаб проводит мобилизацию только в основном для восполнения потерь вооруженных сил Украины. В остальном у нас и резерв, и армия более-менее укомплектованы по штатам военного времени. И, в принципе, все, я так понимаю, все упирается в снабжение. Понимаете, насколько... Ну, и куда мы этих людей? Их надо переодеть, обуть, содержать, вооружить, начать обучение и так далее. Если это перспектива, то она очень хорошая. В принципе, наверное, цифра правильная. Олег, давайте о ситуации, скажем так, на передовой. Ну и начну, пожалуй, вот с первого вопроса. Да, вот прекращение огня. Ллойд звонит Шойгу. Ну, американский институт войны так обрисовал три сценария дальнейшего развития событий. Ну и понятно, что там первый пункт, второй и третий, общая моралите, это чтобы России пора остановиться. Остановиться, окопаться, иначе ее ждет военное поражение особо крупное. И чуть ли там не потеря территорий, которые они считают своими, да, вот, а мы считаем своими. Речь идет о Крыме и Донбассе до 24 февраля. На ваш взгляд, насколько вот этот сценарий удобоварим и его понимают в Кремле? Ну и, собственно, заявление Арестовича, который говорит о том, что мы готовы к контрнаступлению по трем направлениям. Что вам об этом известно? Ну, насколько я понял, не мы, а Россия готова к наступлению. Вот, со вчерашнего дайджеста, точнее, беседы с Арестовича, точнее, на, ну ладно, не будем называть канал, он сказал, что Россия поднакопила на Запорожском, на Северодонецком и, по-моему, если я не ошибаюсь, на Херсонском направлении поднакопила силы и будет пытаться по трем направлениям, возможно, по трем направлениям одновременно, будет пытаться контратаковать или возобновлять наступательные действия. Вот, вот, что я понял. Насчет того, что готовы ли мы, я не слышал в его речи, что мы готовы к контрнаступлению. На сегодняшний день, насколько я понимаю, наша главная задача – это удержание тех позиций, которые мы занимаем, особенно на Северодонецком направлении. Вот это наше самое больное место, где Россия не останавливает наступательные действия. Там идет непрерывная атака наших позиций. Если я не ошибаюсь, за прошедшие сутки там около 10 или 15 атак было отбито нашими защитниками, нашими вооруженными силами. Вот, но вот здесь, кстати, возвращаясь к сценариям, ведь глаз, здравый разум все-таки где-то там витает, бродит по коридорам Генерального штаба Российской Федерации, как когда-то призрак коммунизма бродил по Европе. Я имею в виду то, что мы с вами еще месяц назад обсуждали о том, что генералы написали Путину доклад, аналитический доклад о том, что надо отказаться даже от второй волны наступления, для того, чтобы сохранить хотя бы какую-то боеспособную часть сухопутных войск Российской Федерации. И Патрушев взял на себя такую смелость и этот доклад показал Путину. Ну, правда, инсайдерская информация, но тем не менее, имеет право на жизнь. И Путин не остановился. Путин сказал, что приоритет это освобождение Донбасса. Сегодня это все остается. Поэтому я не удивлюсь, что они действительно попробуют идти в нас. Видите, они чуть-чуть поднакопили. По данным Пентагона, вот вчерашним, количество батальонно-тактических групп увеличилось на 12. На территорию Украины. То есть мы говорили о 92-93. Сегодня Пентагон дает, что уже 105. То есть они чуть-чуть поднакопили. Чуть поднакопили и сразу бой. Чуть поднакопили и сразу бой. И причем, обратите внимание, Криворожское, Запорожское и Донецкое направления. То есть они не оставляют попыток захвата территории. Они не могут остановиться в этой войне. И поэтому наступит когда-то момент. Вот, кстати, кто-то из военных экспертов очень правильно сказал в плане расчета. Ну, опять же, это мы из области логики с вами рассуждаем. Россия немножко по-другому мыслит. Она из области политики в основном. Но, если мы увеличим за счет огневых возможностей, если мы увеличим потери российской армии до тысячи человек в день, то тогда они не будут успевать пополнять резервы. И тогда силы вооруженных сил России на территорию Украины начнут естественным образом уменьшаться за счет превышения потерь над поступлением резервов. Вот такой вариант. Да, и тогда, действительно, тогда, в принципе, Россия может перейти, то есть вынужденно, под силой давления Россия может перейти к позиционной войне, окапыванию и переходу в оборону. Так, мы узнали, ну, поняли, да, что тысяча человек в день, это вот тот маркер, когда, действительно, мы можем говорить о том, что Россия получила по зубам и немножко пытается, ну, скажем так... Это, скорее всего, та цифра, которая заставит Россию отказаться от дальнейших попыток наступать и переходить к жесткой обороне. Ну, тогда логично выглядит то, что нет уже этих стремглав бросающихся рейдов с очень далекими целями вперед. Нет, ну, политические, смотрите, политические цели же остались. Путин же не отказался и даже от похода на Киев повторного не отказался. Единственное, что, вот, кстати, наступила точка буферкации, я так понимаю, ее первые проявления, когда, вот, мы говорили с вами о том, что иллюзии Путина столкнутся с реалиями жизни. Вот они и столкнулись, когда уже на... когда военные уже не могут дальше врать и уже на задачи Путина они говорят, мы не можем это сделать. Не можем. И, соответственно, начинаются вот призывы, давайте быстро разворачивать армию, давайте скрытую мобилизацию. Открытую они не могут объявить. Опять же, они стали жертвой собственной пропаганды. Потому что непобедимая легендарная, как же так? И всеобщая мобилизация. Нет. Это будет паника в России. Они скрытую мобилизацию проводят. Напланировали, ну, насколько известно, на сегодняшний день там 450 тысяч поставить в строй до конца года. В три этапа провести скрытую мобилизацию. Ну, вопрос номер один. Первый этап там, по-моему, 100 тысяч они хотят собрать где-то к середине лета. Это вопрос номер один. А есть на чем их вооружить? Вот хороший вопрос. Да, автоматов у них хватит. Да, возможно, формы у них хватит. А танки, артиллерия и авиация и бронемашины? Вот здесь огромный вопрос. Потому что снятие с хранения, вот эти месяцы уже они мучаются с этой задачей. Снятие с хранения. И они стали перед дилеммой, что им надо запускать промышленность. Для того, чтобы снять с хранения боевую технику, советскую, подчеркиваю, старую, советскую. Ну, как старую. Она самая новая была на момент постановки, советская. Но для того, чтобы ее снять с хранения и передать в войска, она должна пройти как минимум средний, а то и капитальный ремонт. Вот. И это теперь проблема. То, что они там 20-30 САУ сняли из, допустим, того, что у них там 2-3 тысячи стоит на хранении, это за месяц. За месяц. Это ни о чем не говорит. Да, Олег, я бы хотел вот здесь, вот если мы уже сконцентрировались на треугольнике Львичанск-Сибиронецк-Рубежное, ваше мнение узнать. Ситуация сложная. Об этом говорят все. И на официальном уровне, ну, на неофициальном уровне и подавно. Но, тем не менее, вот эта Белогоровка, которая стала Чернобаевкой, мы понимаем, что достаточно, скажем так, много чего повторяется в этой войне. Можно по-разному относиться. Но, тем не менее, вот эти малые клещи и оперативное окружение региона, которого добивается российская армия, это ни для кого не секрет. Простреливает за дорогой Львичанская на Бахмут. Собственно, может ли позволить себе Украина, вооруженные силы Украины, выровнять на этом месте фронт? Отойти для того, чтобы зайти снова? Или вот этот вот инсайт, да, понятно, что это очень сложно проверить, что, мол, есть запрос к политическому командованию, чтобы это сделать, чтобы отступить к Славянску. Но, как бы, политики говорят нет, и Верховный главнокомандующий сказал нет. Насколько это рационально, если это правда? Ну, если это правда, смотрите, мы не знаем возможности на сегодняшний день вооруженных сил Украины. Мы не знаем, какой резерв у нас. По людям, да, все, как бы, по людям проблем нет, по личному составу. А вот по технике, с чем? С чем деблокировать или, допустим, с чем противостоять? Мы сегодня, да, главком говорил нам в начале, в середине апреля, что у нас хватит сил на оборонительную операцию. Но, как мы видим, оборонительная операция затягивается. И насколько сегодня есть силы противостоять российской армии, видите, что делает Россия? Она даже с Харькова снимает часть сил и все равно перебрасывает сюда. Они поняли, что здесь есть единственный шанс у них попытаться продавить нашу оборону. И поэтому они все бросают в бой, любой ценой. Выстоим мы или нет, очень большой вопрос на сегодняшний день. Очень большой. И ситуация действительно, действительно критическая. Да, с политической точки зрения, может быть, и нельзя отступать. Но с военной точки зрения, я думаю, что надо смотреть на карту, чтобы просто потом не получилось большой военной трагедии. Одно дело уступить территорию и вывести войска из-под удара. А другое дело, как бы не получить второй Мариуполь. Вот еще очень опасная ситуация. Поэтому тут трудно что-то прогнозировать. Единственная только надежда на то, что ВСУ выстоят. И мы можем, я так подозреваю, что если есть возможность усилить там наши войска с западными образцами оружия, для того, чтобы дать им хоть какое-то огневое превосходство над российскими войсками, тогда да, тогда надо жестко стоять в обороне и постараться максимально нанести потери. Если такой возможности нет, то, на мой взгляд, надо принимать это тяжелое решение и надо выводить войска из-под удара. Тем более, что, смотрите, они же сейчас, они же даже отказались от похода на Краматорск. То есть большие, даже средние клещи уже не хотят. Большие клещи тоже уже не хотят. От Изюма на Днепр и из Запорожья через Днепр. Они уже хотят самые маленькие, хотя бы символизм котла сделать. Почему? Потому что они 14-й год, они в информационном плане выиграли в том, что они распиарили вот эти вот окружения наших войск и разгромах, как в Дебальцево, так и в Иловайске, так же, как и в аэропорту, что мы были вынуждены отходить, вынуждены были оставить эти объекты. Вот. Я уже не беру там военную составляющую или политическую, но сам факт, что они на этом сделали себе рекламу и погоду. Поэтому они хотят повторить. Вот тут вопрос, надо просто не дать им этого сделать с точки зрения информационно-психологической спецоперации. Благодарю всех подписчиков и неподписчиков, но которые становятся нашими подписчиками, что смотрели видео до этого места. У нас есть маленькое объявление, теперь работает кнопка спонсорства. Это делает возможность поддержать наш канал, ну, такой легко и непринужденно. Но и благодарность особая для тех, кто и до этого, и сейчас пользуется реквизитами, которые в описаниях к видео мы выкладываем. Вы находите их, хоть мы и не просим, вы все равно там как-то вот поддерживаете всю команду Политеки Онлайн. И еще одно объявление для тех, кто смотрит это видео. У Олега Жданова тоже появился свой YouTube-канал. По интерактивной ссылке в описании можете перейти на него и подписаться также. Потому что это очень важно. Диверсифицировать в такое сложное время каналы получения информации. Ну и, конечно же, колокольчик дает возможность первым и сразу узнать о выходе нового видео. Будьте вместе с нами и поддержите, пожалуйста, наши каналы. Я хочу продолжить, потому что вы упомянули Харьков, Олег. Но то, что там происходит, и как пишут западные аналитики, что, скорее всего, мы добиваемся там успеха. Но вот с точки зрения военного эксперта, смотрите, услышал такую мысль в кругах таких, ну давайте будем честно признаваться, заангажированных военных экспертов кремлевского пула, что, мол, это специально и отступают от Харькова, специально выманивая из большого города технику и, грубо говоря, уничтожая ее там на околицах Харькова, ближе к границе с Российской Федерацией. Как вам эта мысль? И имеет ли право на жизнь, ну вот такая трактовка того, что происходит с освобождениями украинскими войсками своих населенных пунктов? Ну, я думаю, что они просто интерпретируют это в свою пользу. Это не специально. Они бы никогда не отошли от Харькова. Почему? Потому что даже воздействие полевой артиллерии по городу для них было бы очень выгодно. С точки зрения и военной, и политической, особенно политической. Поэтому здесь все-таки мы их выгнали оттуда, выдавили. А вот вопрос нанесения нам огневого поражения со стороны, с территории Российской Федерации, это, кстати, очень больной вопрос. Я скажу, что Саур-Могила была уничтожена в 2014 году именно российской артиллерией с территории России. И я так понимаю, что мы сейчас уже стоим на пороге такого серьезного политического решения со стороны президента. Я его ожидаю в ближайшее время. Это то, что мы должны определиться. Мы давим огневые точки противника на территории России или не давим? Если мы не давим, это будет повторение 2014-2015 года. Это будет избиение младенца. Они действительно будут наносить нам огромный ущерб, в том числе и нашей армии, которая будет пытаться закрепиться на границе Украины и России. То, что мы наблюдаем сегодня на украинско-белорусской границе, то же самое. Ведь опыт все равно, мы приходим к тому, война она расставляет все на свои места. И мы приходим к тому, что без огневого подавления вот этих средств нападения противника, ну невозможно добиться прекращения огня. Тем более сегодня вообще нет никакого переговорного процесса о прекращении огня. Враг должен понимать, что даже выдвижение на огневые позиции должно вызывать уже с нашей стороны огневое воздействие на эти расчеты, на эти батареи артиллерийские. Иначе это будет бесконечная песня, иначе мы будем нести потери по всему периметру границ. Змеиный. Остров, говорят, там уже новая попытка поставить ПВО и, соответственно, закрыть небо над Одесской областью, Николаевской областью, ну и так вот до Крыма рисуют инфографику о том, что, собственно, это удается. Это, ну вот, это выигранная Россия и гонка за превосходство или еще все под вопросом? Да, весть была нерадостная, даже я бы сказал печальная. По-моему, генерал Буданов, начальник ГУР, сообщил, что действительно России удалось поставить ТОР-2М на острове и Панцир-С. Где-то они один раскопали, для парада не нашли, а тут нашли, к сожалению. Вот. Они установили на острове Змеиный. Но это еще не конец. Почему? Потому что есть ракеты, которые, в принципе, не боятся системы ПВО. Поэтому, если мы нанесем ракетный удар, а потом подкрепим его ударами, допустим, беспилотников или авиации, когда тот же ТОР будет подавлен или Панцирь будет подавлен, то да. Я думаю, что дуэль должна продолжаться. Почему? Потому что здесь очень важный момент удержания этого острова в нейтральном статусе, под огневым контролем. Почему? Потому что не хотелось бы увидеть Черноморскую эскадру опять на траверзе Одесского порта. Олег, вы вспомнили Буданова. Он также в последние дни очень широко расходится на цитаты его комментариев, его интервью. Он сказал, что у Путина рак. Это один тезис. Но я так понимаю, что с точки зрения информационно-психологической составляющей противодействия России это было сделано специально. Что это означает? Ну, в принципе, смотрите, ничего нового. Это, в принципе, может быть, было сказано больше, наверное, для нашей аудитории, для того, чтобы нас подбодрить. То, что у Путина онкология, это знают уже все и на протяжении, наверное, лет пяти последних идет четко вопрос. Там, я напомню, ходили там самые такие легенды, что у него экзокорсет. То есть, он не может самостоятельно держать спину или ходить. Сейчас мы видим, что никакого корсета на нем нет. А потом говорили, что там ищет овитка. Ну, что только не называли. Короче, диагнозов было миллион. На самом деле, никто точно не знает. То, что у него онкология, в этом никто не сомневается. То, что у него предстоит хирургическое вмешательство, тут уже, я тоже думаю, сомневаться не надо. Потому что очень много источников, в том числе и в России, подтверждают, что врачи настаивают на хирургическом вмешательстве. И что уже избран рулевой страны на период операции Путина или его недееспособности во время операции. То есть, Патрушев будет управлять. А дальше все это, как обычно, обрастает слухами, что вроде как Патрушев уже проводит смотрины преемника. Ну, у него этот самый сын его, главный преемник, министр агро-сельского хозяйства России. Вроде как он его проталкивает. Ну, посмотрим. Искушение самое, как говорится, искушение самый большой порог человека. И действительно, Путин на три дня будет недееспособный в наркозе. И возникает вопрос, а проснется ли Путин после наркоза? И если проснется, то в качестве кого? Вот очень интересный вопрос. Воспользуется ли Патрушев вот этой ситуацией для того, чтобы перехватить власть в России? Или все будет как при Медведеве? Тоже много разговоров было, много ожиданий было. Но Медведев передал пост вообще даже за что потом, сколько он? Восемь лет просидел в кресле премьер-министра. И сейчас там еще, иногда просыпаясь между совещаниями, делает другие дурные заявления, типа вот ядерные угрозы и так далее. Такое впечатление, что он опоздал. Когда уже все успокоились в России, вдруг Медведев проснулся и говорит, а у нас же ядерная дубина есть. Ну вот как же так? Видно, ему сказали, что парень, эта тема уже закрылась. Да, и все-таки, вот снова-таки, если отсылаться к Гуданову и делать эту отсылку, то мы понимаем, что до конца года никаких переговоров быть не может. Ну это такое умозаключение из его слов, оно прямо лежит на поверхности. Вместе с тем мы видим Турцию, которая, ну собственно, заявляет о том, что вполне возможно будет вот этот вот Минск-3. И оттуда доносятся более-менее такие осторожно-актимистические заявления, что да, вполне возможно, есть о чем договориться. Да и Зеленский говорит. Ну то он с посредниками хотел общаться, а теперь говорит, без посредников я готов общаться с Путиным. Как вы думаете, вот этот переговорный трек, он к чему-то приведет? Нет. Ну вообще я не понимаю позиции президента, потому что он говорил, что мы практически выходим из процесса. Смотрите, после Бучи, после там Мариуполя у нас в каком состоянии, да, мы не можем вытянуть там ни раненых, ни тем более бойцов наших. И на какие переговоры? И с чем идти на сегодняшний день на переговоры? Вот с чем? С сдачей территории, с сдачей суверенитета? Нет. Нет. Переговорный процесс для нас можно начинать тогда, когда мы будем на государственной границе Российской Федерации. Вот тогда есть основа для переговорного процесса. Сегодня, ну я не вижу. Да, я понимаю, что Путин включил все речаги. Каждый имеет свой интерес в этом переговорном процессе. Франция хочет помириться там у Макрона какие-то, я так понимаю, ну необъяснимые связи с Путиным, потому что как только его переназначили. Ну я говорил сразу, что когда Макрон победил, я сказал, что он еще попьет нам крови. Почему? Потому что Макрон сегодня, в принципе, наверное, самый независимый политик на европейском континенте. Третий срок ему 100% не светит. Поменять Конституцию он вряд ли сможет французскую. Поэтому он сегодня может говорить все, что думает и делать все, что хочет. Или все, что может в политическом отношении. Третья каденция ему уже не грызит. То есть баллотироваться он больше не будет. Поэтому он будет пытаться расшатать ситуацию. Ему нужен мир с Россией. Это 100%. Это видно невооруженным взглядом, чтобы получить энергоносители. И Россия ему нужна для поддержки его в противостоянии с Соединенными Штатами. Скорее всего Макрон еще будет проталкивать опять сейчас идею создания сил безопасности в Европе в пику НАТО. Несмотря на то, что НАТО расширяется, я думаю, что он вернется еще к этой идее. Тем более, видите, как ситуация поменялась полностью на противоположную. Но если раньше Меркель водила там как на поводке Оланда, французского президента, да, то теперь Макрон водит Шольца, фактически берет Шольца на поводок и начинает его водить по кругу, показывать, что американцев надо отсюда выгнать. С Россией надо помириться. Украину надо заставить поступить со суверенитетом. Пусть Путин успокоится, а мы с ним подружимся. Просто он не понимает, что... В принципе, он может быть и понимает, но ему, допустим, Восточная Европа его абсолютно не интересует. Его интересует Франция. Своя рубашка ближе к телу. Его интересует Старая Европа, как она была, допустим, когда Франция имела там свой политический вес. Вот в этом отношении, я думаю, что будет большая. И очень жалко, что наш президент опять начинает вот эту риторику, а давайте я поговорю с Путиным. А о чем? А о чем мы сегодня можем поговорить с Путиным? Я благодарю вас за эту беседу. Олег Жданов был с нами, военный эксперт. Спасибо вам. Пожалуйста, до свидания. И вам, дорогие друзья, спасибо за просмотр этого видео, за то, что комментируете, лайкаете, распространяете в своих соцсетях. Это тоже немаловажно. Ну и спасибо за то, что вы вместе с нами, несмотря ни на что. Берегите себя, сейчас это самое главное. До скорого.